Украина сможет использовать датский истребитель F-16 для ударов по военным целям в России, заявил в Брюсселе министр иностранных дел Расмуссен. Ну, нормально, это уже разговор. Но я напоминаю, что наносить удары по территории России разрешили Украине своим оружием, имеется в виду Эстония, Латвия, Литва, Швеция, Финляндия, Польша, Чехия, Великобритания. Франция, Нидерланды, Канада, Германия, на очереди там США, идет там полемика на этот счет, видите, вот. Дания F-16, говорит, можете использовать. А вот Италия против использования западного оружия для ударов по территории России. Ну, на месте Украины, на месте украинских властей я бы собрал все итальянское оружие, сказал, от Италии не надо, заберите, пожалуйста. И сами там, как хотите, его используйте. Я думаю, это было бы очень полезно. Тем более, я думаю, что это работают те путинские деньги, которые он еще давал Берлусконе. Помните, я вам рассказывал про 12% факции РАОС России, которые у Валька Заводникова отжал Кремль и подарил Берлусконе. Я думаю, это же кому-то они достались. Кто-то продолжает доить энергетическую систему России. И не только это, то, что мы знаем. Путин очень много чего раздал и еще раздаст. Так что это будет работать. Пентагон открывает завод производства боеприпаса для обеспечения поставок оружия на Украину. И, значит, в Техасе будет выпускать 30 тысяч артиллерийских снарядов в месяц. Это примерно вдвое больше нынешний объем производства США. Я не думал, что в США такие минимальные объемы. 15 тысяч снарядов. Вообще, какую же войну-то можно вести, делая столько снарядов. Сыдзен Пиин унизил Путина еще раз. Он устроил торжественную церемонию встречи президенту экваториальной Гвинеи. Представляете? И она была подчеркнута, грандиозная эта встреча. Подчеркнута, чтобы путинские и все остальные, ну и не только путинские видели. Видите, вот вы все говно. Но это Китай. Дело весьма тонкое. То есть, они показали всему миру. Ну, понятно, что президент экваториальной Гвинеи вообще ничего не значит. Ну, его так вот встречал Сыдзен Пин там как брата. Как вообще самого великого из великих. Почему? Чтобы всем показать, что а вы-то все говно. Вот я кого хочу, того так и встречаю. Прекрасно. И особенно, конечно, это относится ко всякого рода Путиным. Ники Хейли сообщила, да. То есть, это бывшая представительница Шавон. Помните, что мы знаем, что российская разведка оказывала помощь Ирану и Хамас. Важно, чтобы люди об этом знали. Российская разведка научила их, ну, то есть, Хамас информацию об израильских базах. О том, что происходит, обо всех этих вещах. И надо возложить на них ответственность за их участие. И так далее. И вот это, конечно, вопрос. Народ Израиля должен же спросить своих правителей. А как они-то к этому относятся? Если это правда, то почему они обнимаются с Путиным? А если не правда, то пусть они скажут. Никита Хейли, это неправда. Откуда у тебя такие сведения? Я думаю, что это абсолютная правда. ООН будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии. Заявили в офисе Гутереша. Но на чьей стороне будет ООН? Конечно, на стороне Путина. Французская полиция сдержала 10 представителей Чеченской диаспоры. Я так понял, что это эмарат Кавказа. Они говорят, что это эмарат Кавказа. Я думаю, что французской полиции больше надо бояться кадыровских. Потому что сейчас именно у Кадырова Путин будет заказывать Макрона. Это я точно уверен, что он обратится к Кадырову. Ну, не он, а кто-то скажет шефу. Сделай приятное там и так далее. И то есть им нужно стеречься. Именно этих кадыровских чертей. И президент Эстонии подписал закон, который позволяет использовать завороженные российские активы для помощи Украине. Вот кто-нибудь подписал бы закон, чтобы эти активы использовали против путинской России. Против Путина. Не только в помощь Украине. Но и таким образом. Вот это было бы интересно. Хотя, с другой стороны, тогда бы набежали всякие Миловы, блядь, с Волковыми. И они бы были главными борцами с Путиным. И получателями бы этих денег. В Индии от жары с начала марта погибли 66 человек. И это нужно очень хорошо помнить. То есть, скорее всего, буйтатас по всему миру. То есть, если мы видим, что это Эль-Миньо было необыкновенным. Это течение влажное и горячее, и теплое. То и привело уже к тому, что в марте в Индии была страшная жара. То, что будет в июле, сложно очень сказать. Но, наверное, ничего хорошего. Так что, еще раз говорю, закупайтесь продовольствием. И готовьтесь к серьезным временам. А, вот интересная тема. Это мы с вами, помните, я вам сказал. Да, вот как вы говорите, вот откуда ты знал. Я вам сказал, что тема еще с вертолетами, которые погибли в Японии, она не закрыта. Помните? Один вертолет упал. И сообщают, разбилось два вертолета. Ну, понятно, что если боевые вертолеты летали в паре, стукнули друг в друга. А потом выясняется, что, оказывается, между падениями разница в 20 минут. Вначале погиб один вертолет, потом другой полетел. Посмотреть, что там с ним случилось. И он тоже накрылся. Ну, это всегда связано с неприятнейшими историями. И причем очень часто с необъяснимыми историями. Я сказал, что мы еще с вами узнаем. И вот интересная тема, да. В парламенте Японии создают межпартийную группу по вопросам НЛО. Депутаты обеспокоены тем, что неопознанные воздушные явления могут оказаться неким секретным оружием других стран. И представлять угрозу для Японии возглавит группу бывший министр обороны Хамада. Да, видите, как интересно. То есть, если... Вы же понимаете, то есть, если бы они знали точно, что произошло, то они бы создали группу при министерстве обороны, а не межпартийную парламентскую группу. То есть, они бы создали рабочую группу внутри министерства обороны, какой-то комитет, который бы работал с тем, чтобы предотвратить в дальнейшем такие эксцессы, да, и так далее. А здесь они, я так понимаю, расписываются в том, что они ничего не понимают, что происходит, но хотят понять, и поэтому хотят делать это гласно, для того, чтобы получать максимальное количество информации. Ну, с одной стороны, это умно. Англичане выяснили причину нападения касаток на корабли. То есть, мы знаем, что с 19-го года, начиная, ну, с 20-го, условно, касатки нападают на корабли. Таранят их, переворачивают лодки, ведут себя по-хулигански. Причем этим занимаются те касатки, которые питаются рыбой. Те, которые едят морских существ, они не делают. Это в основном у берегов Испании и Португалии. Касатки так себя ведут. Вот молодые ученые из Великобритании выяснили, что они так себя ведут, потому что однажды, ну, это было 600 случаев нападений таких. Однажды касатка поняла, что можно с рулем играть, да, корабельным. И ей это понравилось. Она показала другим. Они очень умные. И вот теперь они таким образом играют. То есть, делают это от скуки. Вы знаете, вот не вопрос. Это может быть какой-то частный случай. Но посмотрите, слоны, которых было нападений два в год, да. Теперь не менее 800 нападений на человека. Иногда под 2000 появляются. Они тоже друг-друг научили на людей нападать. От скуки, да. Ведь слоны в совершенно разных точках мира живут. Раньше было по 20 нападений акул на человека. Сейчас это измеряется сотнями в год. Лоси, посмотрите. В каком количестве гибнут, нападают на людей и что хочешь, да. Ну, вот в частности, в Ярославле сегодня с бетономешалкой столкнулся лоси и погиб. Ну, то есть, кто только слоны, акулы, косатки, лоси, мигранты, да. Мигранты тоже себя ведут так, как раньше они себя не вели. Вопрос, почему? Тоже они играют. Так что я вот, конечно, могу это принять как гипотезу. Но что-то она херово работает, если посмотреть на все остальное. Продолжение следует...